здравствуйте друзья за окном у нас февраль 14 число суббота 2015 года на всякий случай я добавлю мы едем в сторону океана по хайвею номер 17 просят говорить вот где мы находимся так я уже так на всю катушку 25 градусов тепла до ночью это видно глазом летом лето ну как бы февраль да и мы со светлана и тут беседовали на разные темы и я говорю давай мол запишем чем света говорит вот есть интересная тема как люди относятся к тому что их хвалят и надо сказать что тема это на удивление богатая похвала вообще сам по себе это огромный стимулирующий фактор жизни человека то есть мы знаем что если человека похвалить правильно и в нужное время то он может кожу свернуть стимулирует конечно стимулирует актер на сцене он выпивается когда залом аплодирует это есть выражение похвалы признание похвала очень интересно как это влияет на разных людей потому что в принципе похвала стимулирует каждого но формы выражения похвалы могут быть разные одному говорят какой-то молодец и его почему-то не радует а наоборот вызывает у него какое-то чувство неприязни он видимо себя позиционирует так чтобы то что за что вы хвалят это не такое достижение которого он хотел достичь и ему неприятно потому что он понимает что это не то это вот не не то понимаешь он может может быть разобраться что чувствуют другие люди потому что кто-то например когда его непосредственно хвалил какой он хороший молодец начинает рыдать крокодилями слезами почему крокодилами крокодилы это был старенький последний концерт а он уже был старенький это один из последних его концертов живьем он он эти аплодисменты а он уже знаете он уже не мог много он он физически очень плохо себя чувствую да он это было видно что он плохо себя чувствует было видно что мы физически тяжело он вдруг выскочил на стиле и такое па совершил ногами крутанул когда его когда все встали и стали схлопать стоя он вышел на сцену он впитывал он тряхнул головой у него глаза засверкали то есть он просто питался вот этой энергетикой поощрение энергетикой похвал это был очень грустный концерт мы после этого долго вся прийти не могли потому что вот очень жалко очень жалко было его да это был человек как герой нашего легенды это это как бы похвала в таком широком смысле а вот в узком смысле да ребенок да очень стимулирующее влияние оказывает похвала на ребенка добровали про хочет быть как взрослый хорошим да и похвала там из уст родителей это высшая награда он и учителя он рогаток некоторые дети не были не все не некоторым пофигу все да но надел даже не в этом но вот во взрослом состоянии взрослый состоявшийся человек вот ему говорят что такой молодец вообще-то там вот это вот это вот это вот это его не радует этот факт даже если это все сказано искренне и конечно мы не психологи совершенно не беремся судить почему это так хотя это было интересно узнать почему вот но вот тем не менее такой факт имеет место быть я думаю что здесь какая-то наверное психологическая сломка внутри самого человека почему у него такое восприятие и я даже думаю что если он не радуется вот в прямом смысле похвали то наверно у него есть как сказать это болезненный который не стимулирует его подвижение к чему-то дальше я вас тебя сейчас слушаю у меня две вещи в голове вы получили первая вещь я хочу сказать немножко расширяю тему что есть люди у которых есть потребность похвалить и сказать спасибо и это это величайшие из потребностей человека и она очень его самого благодарность чувство благодарности да вот то что деликат кратитюд да это невероятная вещь она движет человека очень очень сильно вперед и я вспомнил как отец движет того кто был того кто того кто благодарит да это это известно это известно но вопрос в том что из чувство благодарности от это одно из величайших вообще чувств который человек может испытывать и я вспоминаю рассказ отца он вырос но таком не то что местечко но райцентр в местечко можно сказать и там была школа слушая школа школа то была семилетка это они еще учили на этом на идише семилетка была еврейская он до 14 еще по русски не говорил и вот они вот это семилетка где он там учился в этом местечке и когда уже я был на свете уже отцу было там не за там я уже понимал что он говорит там 40 то может ему 45 был когда они вот эти ребята которые там учились до войны понимаешь когда они приезжали вот в этот черняхов ныне житомирской области тогда это была киевская еще и они шли в школу ты понимаешь они шли в школу и директор школы он он выжил он пережил войну он сохранился он там был какой-то уже про там другой школе но там был и они шли к нему слышишь они шли к нему сказать вот я приехал вот я это были взрослые мужики которые уже абсолютно состоявшиеся которые семьями то они шли к нему потому что приехав туда они не это был ритуал прийти и поблагодарить слушать и отрапортов они немножко рубкой дело в том что тот исторический Это были ценности общества, то есть это было принято так делать, это было нормально так делать, это было естественно так делать. Сегодня никто так не делает. Когда я его слушал, для меня это не было естественно. Правильно, изменилась ситуация, я не хочу терминами никакими засыпать, но время прошло, ушли эти ценности, и это уже стало совершенно неактуально. Даже уже когда я приезжала в школу, я тоже по молодости лет уехала из школы в другой город, и когда приезжала на каникулы в студенческие годы, как-то попыталась прийти в школу, и увидела, что всем этим учителям, мне настолько глубоко наплевать, что я больше не стала туда ходить, изменилось общество, изменились ценности. Мы говорим именно о восприятии человека похвалы, а не о благодарности, это совершенно разумеется. Хорошо, давай туда второй момент. Я просто как расширение этим. И второй момент, поскольку я постоянно, как тут Наташа Квик сказала, что я виртуально обцелованный, значит, там, и мне очень много всяких там комплиментов говорят, я непривычный к этому совершенно, потому что как-то так в обычной жизни, в лицо, такого нет особо. Ну, тортик принесут, там, обнимут, там, скажут спасибо за все, там, ну, вот на этом уровне. И тут что-то такое, такая волна этих всяких похвал, и я, я не могу сказать, что это неприятно, но, с другой стороны, у меня ощущение, что я этого вот в такой форме не заслужил, это чересчур. Ну, то есть, ну, спасибо и спасибо, там, ну, что же, я же не то, что, то есть, мне кажется, что это как-то через край. У тебя есть такое ощущение? Ты знаешь, что... Вот тебя хвалят, тебя же тоже хвалят, тебе говорят, ой, Светлана, побольше сюжетов со Светланой, когда я слышу ее голос, я успокаиваюсь. Я не знаю, что это как-то чересчур гипетрофировано. Знаешь, ты тоже не воспринимаешь это как заслуженное, правильно? Нет, 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 дело в том, что мне кажется, что, как любое дело, похвала должна быть реально заслуженной чем-то. Она субъективна. Она субъективна должна быть реально заслуженной. То есть, мы говорим, что человек вышел за свою комфорт-зону, он что-то такое сделал, и он в этот момент хочет, чтобы его усилия кто-то оценил. Вот если в этот момент ему скажут, слушай, ну это такой молоток, вот тогда это будет очень приятно. А если это просто все получается похоть, вот мы тут сидим, там с тобой разговариваем, а потом все пишут, ну, слушай, это так вообще классно, это так круто, нет ощущения у нас, что мы делаем что-то такое. Потому что мы ничего не пытались. Потому что, да, мы не вышли за свою комфорт-зону, мы что-то не пытались. Я думаю, что в этом вот есть ключ. Тем не менее, вот ты говоришь что-то, для тебя это обыденное дело, ты ничего... И вдруг кто-то, вот в этот момент своей жизни, ему не хватало вот этих слов, понимаешь, рядом никого не было, и он вдруг раз с интернета услышал где-то. Причем услышал и прочитал разные вещи. Потому что когда ты прочитал, ты не видишь этого человека, ты его не знаешь, а вдруг ты его видишь, и ты ему доверяешь, и вот он сказал, ты говоришь, вот оно решение. Нет, мы же говорим о похвале, о субъективном восприятии. И он тебя хвалит, он говорит ребятам... Да, он хвалит искренне. Но ты сам, твое восприятие этого, поскольку ты не потратил усилий никаких, оно кажется, ну, не таким, скажем, заслуженным, не таким ожидаемым, не таким приятным, как если бы ты сам чего-то добился. Тут, знаешь, я тебе какую-то попочку... Кстати, тут есть оборотная сторона. Очень часто бывает, что человек таки да, напрягся, таки да, что-то сделал. И никто не понял. И никто не похвалил. Конечно, конечно. И он ходит со сознанием недохваленности. Света, я тебе расскажу случай. И это вот, а это обиды уже. Светка, я тебе расскажу случай. Мы с тобой ехали по степи, тут недалеко, собирать ягоды, если ты помнишь. Да. И, значит, а мы иногда, когда выезжаешь куда-то, и вот эти, знаете, человек всю жизнь поет песни, которые в молодости пел. И из нас иногда выпирает там широка страна моя родная, там, да. И тут, значит, ну, там второй куплет, он уже такой напрягает. Там от Москвы до самых, до окраин, с южных гор до северных полей. Вот это от Москвы до самых, до окраин, а мы тут по Калифорнии едем. И Света мне говорит, поменяй как-нибудь слова, ну, что же это так вот как-то не то. И я немножко на ходу изменяю слова, у нас получается там чудный край, в котором нет окраин, да. И так, и вот, значит, мы, и мы там два куплетика, значит, там спели, и все это в кадр попало. И дальше возникает парадоксальная ситуация, люди слушают и говорят, смотри-ка, в СССР написали песню про Америку. И никто не понял, что мы слова изменили. Какое-то отношение. А к тому, что ты делаешь чего-то, и никто даже не понял, что ты что-то сделал. Ну, это совершенно неуместно. Это неуместно, но хорошо. Местный пример, это человек напрягся, он хочет прийти к какой-то цели. Он немножко напрягся, он сделал, пускай, маленький шажок. И вот в этот момент ему нужно похвалить, ему нужна похвала, чтобы он пошел на следующий шажок. Каким-то людям нужно, которые нет уверенности. Знаешь, я тебе пример другой приведу. Есть такая фраза известная, я не понимаю, откуда, из кинофильма она, откуда она взялась, черт не знает. Но там фраза звучит так, художника обидеть может каждый. Понимаешь, что это значит? Есть художник, который как художник, может быть, не очень состоялся еще. У него нет признания. Ему хочется какого-то, ну, пусть даже не профессионального, но признания. Чтобы, ой, какая картина. А там тальчик, ой, да это мазня. Понимаешь, и вот его обидеть может каждый. В то же время, если ты, да, в то же время говорят, другая фраза, на ту же тему. Он говорит, настоящего художника обидеть нельзя. Потому что настоящий художник не воспринимает критику, исходящую от людей некомпетентных. Он понимает, что он делает. Он понимает, что мало кто понимает, что он делает. И он абсолютно ему не так важно. Он для себя это делает. То есть мнение компетентных людей ему, наверное, интересно. Вот, так называемая референтная группа в психологии называется. Вот мнение людей, которые, это люди, мнение которых тебя волнует. И вот референтная группа волнует, а толпа нет. А когда он сам, понимаешь, ранимый, когда он не очень признанный. Наверное, не очень реализованный. Да, не очень реализованный. Поэтому, когда ты говоришь, что человеку важно, что его в этот момент похвалили, это когда ему не хватает, когда он... Когда ему не хватает. Да, да. Да, но с другой стороны, вот если его похвалили именно в тот момент, когда ему не хватает, то вот это и есть тиму, которая его подвигнет на другие какие-то достижения. Особенно, если ребенок. Особенно, если ребенок. А если похвала не... Ну, опять, заслужена или не заслужена, это может быть субъективное восприятие и со стороны восприятия, да? Если оно идет изнутри, что оно не заслужено, то оно кажется... Неценным, да. Неценным, да. Не хочу сказать нею. Я тебе скажу такую вещь, Свет, мы не сказали в самом начале, наверное, может... Но надо даже сейчас сказать. Дело в том, что когда мы начинаем этот разговор, мы на самом деле гораздо больше приглашали тех, кто нас слушает, поделиться. Мыслями на тему. Мыслями на тему. Потому что мы все на самом деле оперируем идеологией кнута и пряника, да? Это как понятие? В отношении к детям. Ну, естественно, да? Здесь похвалил, там поругал. И таким образом мы, собственно, воспитываем своих детей... Поощрение и наказание. Поощрение и наказание, да? То есть мы пытаемся... Испугался прямо. Да, мы пытаемся своих детей, когда мы их воспитываем, да, чтобы привить им какие-то ценности, да, используем для этого поощрение и наказание кнута и пряник. И поэтому поощрение в этом смысле, и как оно воспринимается детьми, и насколько ребенка тоже можно хвалить, если его хвалить бесконечно, да, и он чувствует эту не совсем заработанность этой похвалы. Ты знаешь, что я тебе скажу? И перестает на нее реагировать. Свет, я тебе скажу другое. Может быть, сейчас меняются времена, мне трудно судить, но общество, в котором мы с тобой выросли, это было общество, где людей не дохваливали. Не дохваливали. Да. Систематически, хронически. Да. Не дохваливали детей. Да. Я уже не говорю о том, что унижали и высмеивали, я об этом вообще не говорю. Но их считалось, что неприлично хвалить. Сейчас перехвалишь, как бы он не испортился. Это с одной стороны. И с другой стороны, быть скромным. А быть скромным, это не значит не хвалить. Сказать ребенку, вот то, что ты смотришь американский фильм какой-то, и они там, I love you, I love you, baby, I love you. В наше время неприлично было сказать, I love you, чтобы мужчина, например, мальчику сказала, что я тебя люблю. Да, вы знали, да? Это не мужское поведение. Это не мужской разговор, понимаешь? Ну, послушай, конечно, меняются времена, меняются нравы, это все понятно, и даже понятно, откуда это все идет. Но, конечно, да, поменялась идеология, поменялись отношения, взаимоотношения, поменялось отношение к браку вообще, говоря. Да. Да, если ты вспомнишь брак, там, 50 лет назад, семьи наших... 50 лет я не помню. Нет, нет, бабушек, дедушек, семьи, да, это устой, это ячейка. А сегодня, в принципе, свободная любовь, люди живут вместе с гражданским браком. 10 лет живут, и все гражданское. Гражданский браком, но дело все в том, что, может быть, уже такая тенденция в обществе. Вот я думаю, что интернет, информация, информатика, оно меняет настолько мышление сегодня, да, что, может быть, браки и не должны быть такими долговечными. Знаешь, что я тебе скажу? Оно меняет не столько мышление, а сколько меняет информированность. Потому что мышление, оно либо есть, либо нет. А вот, допустим, пищу для мышления, например, оно может давать. Оно может давать факты. Потому что, понимаешь, мы сегодня живем в обществе, где факты, по большому счету, не нужны. Факты фабрикуются на ходу. Вот, понимаешь, не нужно, чтобы одна страна напала на другую. Реально. Это совершенно не нужно. Достаточно сказать, что она напала. Достаточно сказать, что она напала. Уже факты перестали иметь значение в таких средствах массовой информации, в глобальной пропаганде. Но есть масса людей, которые хотят знать факты, чтобы самостоятельно прийти к каким-то умозаключениям. Вот поэтому интерес к фактам удовлетворяется сегодня интернетом. Интерес к разнообразию, концепции и так далее. Но если мозгов нет, или если человек не хочет их нагружать, или он идет туда, чтобы просто найти подтверждение своим мыслям и больше ничего, и больше ничего, то интернет, он же волшебным не является. Не, ну мы же тут соскочились. Соскочили. Интернет вообще ни при чем. Ни при чем. Перескочили на семью, а начали мы с похвалы. С похвалы. С похвалы с детей и со взрослых. То есть, на самом деле, речь идет вот о чем, что для того, чтобы похвала была принята и не вызывала... Оценена. Нет, не оценена. Принята человеком, которому ее дают. Она должна быть востребована. Для того, чтобы она была востребована, человек субъективно должен потратить усилия. Вот это ключ. Ну я согласен. Если ты чего-то никакого усилия не приложил, а тебя все хвалят, 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 то если ты адекватный, ты говоришь, а за что? Если ты не очень адекватный, ты начинаешь думать, что ты заслужил, при том, что ты ничего не заслужил. Да, я согласен. Да, вот это очень важный момент. И, кстати, это важный момент для воспитания детей. Как ты считаешь, вот это вот испытание медными трубами, это относится вот к этой части? Безусловно, конечно. То есть, когда человека хвалят, вот эти вожди, которым халуи подкасовывают информацию. В какой-то момент у них появляется чувство, что, в принципе, все, что случается, это они и есть. И тут вовсе не их заслуги или какое-то усилие. А это они и есть. Знаешь, я помню момент. Мне было лет, может быть, 12. То есть, это был год, там, 68-й, вот такого плана. И это лет 4-5 в стране уже был заглавный товарищ Брежнев. Который как бы был даже, можно сказать, положительный такой персонаж. Он вводил какую-то систему там материального стимулирования, которая, хозрасчет тогда у них это называлось. Она умерла потом. Коммунисты не могут никого материально стимулировать, но они хотя бы попытку делали. Вот Брежнев пытался что-то придумать. Система была намного мягче в политическом смысле, скажем так, не в политическом, а в репрессивном смысле. Она была на порядок мягче, чем даже хрущевская система, которая, не будучи такой жуткой, как сталинская, тоже как бы там была не бог весь чего. Я знаю, например, ну, семью. Мы знаем семью, которая в начале 60-х уже при Хрущеве где-то. Они еще при Хрущеве. Они ехали в поезде, у них какие-то родственники там были в Израиле. Они кому-то показывали фотографии из Израиля. Вот за то, что они показывали фотографии родственников из Израиля, которым в письме пришли. Вот он за это сел в тюрьму. Да, это при Хрущеве тоже было. То есть органы были, все работало. Но это не было так жестоко и чудовищно, как при Сталин. Так вот, при Брежневе нужно было умудриться угодить за решетку. То есть нужно было умудриться. Я не хочу сказать, что не сажали. Я этого не говорю, но все-таки масштабы и свирепость системы абсолютно как бы отличались. Поэтому он как бы был в целом положительный персонаж. И я хочу сказать, что его в целом даже любили. Вот его народ любил. Не-не-не, Свет, его, он говорили, он не злобивый. Он застой был полный. Было ощущение, что ничего не произошло. Услышь меня, страна хотела застой, она наслаждалась застойом. Его любили, говорят, он добрый, он хороший. И вот, значит, я помню тот день, это случилось при мне. Вот, смотри, нога торчит. Она босая, в носочке. В носочке. Да, торчит нога из Тойоты. По-моему, две ноги торчат. А может, кто их считал-то в чужой ноге. И вот, значит, я помню тот день, когда впервые прозвучала фраза, и потом она уже никогда не ушла. Фраза «И лично генеральный секретарь ЦК КПС, товарищ Брежнев, благодарим, спасибо, там, говори, партии, центрального комитета, политбюро и лично товарищу Брежнев». Вот эта фраза «И лично», она вот в один день, она возникла. Вот ее халуи поставили, и она пошла. И при всем, при том, что Брежнев был достаточно адекватный мужик, и много чего в жизни видел, и так далее. Но я помню, когда перестройка началась, был такой Бовин, корреспондент «Известий». Помнишь, он такой международник был? Я помню статью Бовина, которую там кто-то таскал и всем показывал, вот это место, это когда только-только это гласность, там чего-то. И он написал, что Брежнев, там была фраза такая, что, несмотря на присущий ему здравый смысл, позволил превратить себя в памятник самому себе. Понимаешь? То есть, вот-вот похвала, а тут похвала. Поэтому, что он, наверное, лично участвовал. Ну, есть, еще раз, вот это, кстати, очень интересный момент, да? То есть, только что я так сформулировала, что человек должен, как бы, свою похвалу заработать, с одной стороны. А с другой стороны, есть, наверное, категория людей, которые уже на какой-то момент становятся, вот они себя, как бы, и олицетворяют со всеми достижениями. То есть, им самим для этого ничего делать не надо. Другие кто-то делают, но хвалят, и им это уже как бальзам на душу, им это уже становится приятно. Ну, он же дал указания, понимаешь? Да. Да. Они начинают верить в это. Они начинают в это верить. Это очень интересная тема с этой похвалой. Это вот, на самом деле, надо еще разобраться, вообще-то, так, вот люди вправо идут, а нам сюда не надо? Нам сюда не надо. Или надо? Нет, не надо. Не надо. Не идем. Идем дальше. Сегодня, вообще, надо сказать, трафик более такой насыщенный. Лето, лето, лето. Это же начинается уже все лето. Ты хочешь сказать, люди едут к океану? Да, люди едут к океану, 25 градусов. Многие скажут, это студенты портнов компьютер-скул, которые любят ехать в Монтерей, это все в эту сторону. Мы по летнему времени стараемся ехать ночью, в пятницу вечером, чтобы уже там встретить утро, потому что не хочется в трафике стоять. Этой ночью мы не смогли, потому что я рано встал, из-за того, что должен был, там договорились, там на канале Геннадия Балашова выступать, и я встал рано, и уже просто валился с ног. У нас еще гости были, я еще покушал, там что-то, в общем, мы поняли, что мы не поедем вечером, хотя надо было, конечно, вечером. Нет, ну не было сего ужаса. Не было сего. Ну что, Света, я думаю, мы затравку дали. Да, пусть народ включается. Пусть, да, те, кому эта тема как бы близка, пусть поделится, просто я даже не говорю о том, чтобы как-то в систему привести, но просто поделиться. Я не знаю, насколько вот слушателям нашего или зрителям нашего канала вообще... А кто слушатель, а кто зритель? Кому интересно вообще вот такие все темы, касающиеся человека, там, личности, достижения целей и так далее. Да, это популярная тема. Мне лично это все очень интересно, то есть механизмы откуда что берется, и куда приходят, и за счет чего. Это все страшно интересно, поэтому, если людям есть чего сказать, то, конечно, было бы очень интересно посмотреть. Я думаю, что есть какие-то наблюдения, есть какой-то опыт. У нас очень много людей с самыми разными судьбами. Я думаю, что если начнут высказываться, то будет что послушать. Поэтому мы вас всех очень приглашаем и заранее признательны за то, что вы поделитесь своими соображениями. Счастливо, ребята!